Добрый день, Андрей Анатольевич! Здравствуйте, Тина! Рада вас видеть в нашей программе и в самом начале хотелось бы поговорить о вашей работе, а именно о взаимодействии губернатора с его представителями, с местной властью и с населением. Прежде всего это на обращениях граждан, наша работа связана, то есть люди, которые по каким-то причинам не нашли понимания администрации или возникла, допустим, какая-то конфликтная ситуация. То есть у человека всегда есть возможность обратиться к представителям нашего института, и мы уже, задействуя окружные структуры, можем в каких-то случаях помочь разрешить ту или иную проблему. Не всегда, конечно, это получается, но мы к этому стремимся. А есть определенные направления, над которыми вы работаете в этом году, например? Время от времени появляются моменты, те или иные, которые более животрепещущие, скажем так, на этот момент времени. Ну, там, допустим, мы знаем, что у нас основная проблема в районах Крайнего Севера, в частности, Немалоненецкий округ, это жилищный фонд. И этой тематике уделяется особое внимание. Ну, а так, бывают сезонные, допустим, противопаводковые мероприятия, противопожарные, на чем необходимо заострить внимание. А работа с населением, это, наверное, основная ваша деятельность с обращениями граждан, а еще есть взаимодействие с окружной властью. Вот сейчас взаимодействие с ВРИО губернатора Ямала уже происходит, и каким образом? Ну, скажем так, мы уже познакомились. И все остальное, он приступил к должности совсем недавно. То есть, там же надо понимать, что помимо нас, еще в округе есть члены правительства, профильные замы. Также губернатор должен выстроить работу в правительстве России. То есть, у него большая нагрузка. Не скажу, что мы отошли на второй план. Нам двери губернатора всегда открыты. То есть, по тем моментам, которые заслуживают внимания, которые могут вызвать общественный резонанс, эта дорога у нас прямая. Андрей Анатольевич, а как Вы думаете, избрание губернатора Ямала, это событие, как отразится на всех ямальцах? Ну, это в любом случае отразится на жизни, я считаю, всего округа. Хочешь, не хочешь, человек в такой должности, он принимает решения, которые формируют перспективу развития округа. И вот этого очень многое зависит от личностных качеств губернатора, я так считаю. Потому что он в силу воспитания, в силу опыта будет принимать те или иные решения. В какую сторону чаша весов склонится, от этого же очень многое зависит. Будут защищены граждане, будут они чувствовать себя уверенными в завтрашнем дне или нет, это большая ответственность. С каким вопросом Губкиниц, например, может обратиться уже непосредственно к представителю губернатора? То есть это, наверное, какой-то должен быть вопрос, который... Ну, невозможно, наверное, помочь всем и выслушать всех. И это, наверное, уже более высшая инстанция, куда они обращаются. Обратиться можно практически с любым вопросом. Вы правильно подметили, то, что здесь вот сможем ли мы помочь. Ну, как правило, мы рекомендуем сначала, изначально вообще, если человек с этим вопросом не обращался в администрацию города Губкинского, то тогда лучше там контакт найти. Потому что служащие муниципальные, они ближе к проблемам граждан, они профильно заточены под решение тех или иных проблем. И у них в определенных областях познания более глубокие. Я же тоже, если, допустим, ко мне обращаются с каким-то вопросом, я сначала обращаюсь к профильным специалистам, чтобы мне понять суть проблемы, законодательную базу какую-то изучаешь. И после этого уже можно, допустим, что-то порекомендовать гражданину и посмотреть вообще перспективу, возможно решение этого вопроса или нет. Но надо отдать должное. Администрация, я считаю, что в Губкинском, она в большинстве случаев, работают квалифицированно. Люди грамотные, знают очень хорошо законодательную базу. А в вашей работе что самое сложное для вас? В принципе, сложностей как таковых нет. Просто не хотелось бы огрубить. Не стать чиновником в душе. То есть вопросов нет. Мы можем принять человека, но ведь принять человека по-разному можно. Действовать по какому-то алгоритму – это одно. А вот понять человека, выслушать его – не зря. Тот же Авицен говорил, что человека лечат прежде всего словом, потом травой и только потом применяется нож, скальпель. То есть оперативное вмешательство. То есть изначально всегда нужно выслушать. И иногда ведь и не хлебом единым, жив человек. Иногда можно помочь и словом, поддержать, по крайней мере. А если ты еще сумеешь подсказать человеку, как ему поступать в той или иной ситуации, куда ему двигаться дальше, ну, вот так и хотелось бы, чтобы зачастую было. Очень редкое качество, на мой взгляд, для 21 века, когда люди становятся все более равнодушными ко всему. И в этом плане какие качества вам помогают, человеческие качества, быть в этой работе? Ну, я бы не сказал, что люди становятся равнодушными ко всему, но то, что люди становятся более эгоцентричными, они замыкаются сами в себе, в своем узком мирке. Об этом указывают и наши гаджеты, да, когда человек погружен полностью. Не суть, пятиклассник он или взрослый человек, но вот когда касается конкретно его, тогда нас это задевает, и мы готовы свернуть горы. Я согласен, что нам бы развернуться вот именно в сторону окружающих нас. Вот это я считаю, что все-таки это большое счастье, когда ты не сам в себе, потому что любая беда, один в поле не воин. И переживать какие-то проблемы, мы же всегда и опираемся на семью, на друзей, на родителей в те или иные трудные жизненные моменты. Наверное, хотелось бы побольше этого. Мое поколение помнит еще те времена, когда всем миром что-то делалось, и в человеке с молодых ногтей в человека закладывалось то, что помощь ближнему – это основное. То есть свои проблемы, ну да, нужно это решать, но прежде всего все-таки, вот не зря и в Евангелии сказано, почетные те люди и заслуживают Царствие Божие, которое голову положит за други свои. Андрей Анатольевич, а расскажите о своем детстве и о своих родителях. Ну детство, наверное, было для тех времен стандартное. Я вырос вообще в деревушке, в Курганской области, так же, как все средняя школа, пионеры, комсомол. Я так учился, старался активно участвовать в жизни школы. Считаю, что самая большая заслуга в формировании моего характера, моих личностных данных – это прежде всего, конечно, родители, вообще все родственники, бабушки и школьные учителя. А родители, кто они по профессии? Мать, она была санитаркой в профилактории, отец – механизатор, передовик труда. У вас большая семья, братья, сестры? У меня есть брат и сестра. А сегодня ваша семья из скольких членов состоит? Жена и восемь детей. Восемь детей – это большая многодетная семья. А трудно ли дается воспитание детей? Ну, по крайней мере, я стараюсь. Потому что вот в моем понимании, то, что в тебя заложат в детстве, это и будет определять твою дальнейшую жизнь. Если тебе конкретно обозначат, что такое хорошо и что такое плохо, тебе с этим шагать по жизни. И не хотелось бы упустить их. Потому что я знаю, допустим, такие примеры, наслышан, что, допустим, бывает в сетевом магазине, когда родители своему отрубку, который взял с прилавка неконтролируемую конфету или еще что-то, ему продавец делает замечание, а родители говорят – ничего, не обеднеют. Да, магазин не обеднеет. Обеднеет можете вы в перспективе. Если вы ребенку такие вещи разрешаете без разрешения взять чужое, будьте готовы, что ведь не зря говорят – посеявший ветер пожнет бурю. В этом ключе хотелось бы все-таки успеть им сейчас определить основные моменты, что такое хорошо и что такое плохо. В многодетной семье дети, наверное, растут более дружными. Если мы затрагивали тему эгоцентризма в современном мире, то они, наверное, менее эгоцентрики, так скажем. Ну, все же от воспитания зависит. И в большой семье, наверное, могут вырасти ребятишки, скажем так, с неправильными установками. Все зависит, я считаю, что от родителей. Но зачастую соглашусь с вами, потому что здесь, когда они близко друг к другу, и когда все отношения все на виду, сложно схитрить. Тут сразу, так же, как в армии, когда ты туда приходишь и становишься одним из многих, в первый же месяц определяется, что из себя представляет человек. Или он с гнельцой, или на него можно положиться, с ним можно пойти в разведку. А в большой семье еще приходится приручать к таким моментам, что нужно делиться всегда и нужно помогать, потому что и они-то сами это понимают. Сегодня ты с конфетой, конфетой с братом не поделился, или с сестрой, завтра не жди, что они с тобой поделятся. Вот так. А кем вы видите своих детей в будущем? Не суть, кем они будут. Я слышал тут такую присказку, что лучше быть хорошим дворником, чем плохим академиком. Я бы им просто желал, чтобы они состоялись, прежде всего, как люди. А кем они уже будут? С лесарями, плотниками, артистами, научными деятелями. По моему мнению, это вторично. Главное, чтобы ты на своем месте приносил пользу людям. Потому что жить в одно лицо, только для себя, оно неправильно, и оно ведет в тупик. Более 20 лет вы работали и служили в органах внутренних дел. Сейчас как вы охарактеризуете тот опыт? Чем он ценен для вас? Ну, это так же, как и у вас. Это же общение с людьми. И чем больше людей ты встречаешь на своем жизненном пути, анализируешь поступки, которые вели к тем или иным последствиям, начинаешь более-менее разбираться в людях. Не скажу, что уже навскидку видишь, хороший человек или плохой. Но, тем не менее, этот опыт, он дорогого стоит, чтобы не совершать ошибок, дважды не наступать на грабли. Были, конечно, по молодости какие-то моменты, просчеты, но этому быстро учишься. Сейчас вы представитель губернатора, а у вас произошла смена профессии? Вы к этому шли или это стечение обстоятельств? Ну, видимо, так должно было случиться. Вообще, это такой неожиданный поворот в моей судьбе был. Но я вообще выслужил положенный срок, который дает право выхода на пенсию, чем я и воспользовался. Ну и потом жизнь вот так вот распорядилась, что в данный момент я на этой должности. Сегодня какие качества в людях вы цените? Ответственность. Без ответственности ты никто, и у тебя нет будущего. Оно ведь на самом деле так. Если ты безответственный человек, говоришь и не делаешь, ну, если ты мог и не сделал, то надо понимать, что рано или поздно люди, которые тебя окружают, сделают свои выводы, и просто-напросто от тебя отстранятся. А на смену им придут такие же, как и ты. А вот регион Крайнего Севера с населением около 500 тысяч человек. Испытываем ли мы сегодня дефицит людей? И если да, то в каких людях нуждается округ? Ну, тут, наверное, я бы сказал так, что ведь не количество решает все, а качество, как в том же фильме, да? Нас мало, но мы в тельняшках. Если люди сплоченные, если они движутся в одном направлении, их действия четко, грамотно скоординированы, то это дорогого стоит. Оно может быть миллиард, но если они, как лебедь, рак и щука, тянут в разных направлениях, толка не будет. Если глава знает, что он делает, знает, куда шагать, и за собой может увлечь народ, а людей можно увлечь только в одном случае, если они понимают то, что ты от них хочешь, и чего ты хочешь вообще добиться. Если люди видят, что делается на благо их или на благо будущего, то есть наших детей, то в этом случае и поддержка будет, и все будет хорошо. Я думаю, от людей, от их взаимодействия сегодня зависит будущее в целом. Будущее Ямала, в чем вы видите? С обеду ведь не просто так строили. Я так думаю, что это будет востребовано. Ну и я не особый стратег, но мне кажется, вот предопределено природой, залежами. Значит, нам по этому пути развития и нужно двигаться. Единственное, что нужно трепетно к природе, к ямальской относиться. Я не думаю, что здесь у нас будут курортные зоны отдыха. Для этого есть Краснодарский край, Крым. Но нам можно развивать и туризм узкой направленности. Допустим, сезонная охота. Но основное все-таки будет связано, мне кажется, с углеводородами и с их переработкой. А увлечения, занятия, хобби, на которые вы сегодня можете потратить свободное время, есть таковые? В последнее время как-то это все больше семья. Андрей Анатольевич, у нас здесь есть еще вопросы. Вытяните один, пожалуйста. Вы верите в Бога и страшный суд? Ну, страшный суд, я его представляю, как бы, наверное, может быть по-своему, но в Бога я верю. Кто-то называет это вселенским разумом, кто-то эфиром. Определения разные могут быть. Евангелие от Яна, оно начинается словами. Вначале было слово. Там можно перевести слово. Можно было перевести энергия. В общем, 35 понятий, у которых в свое время еще несколько значений может быть. Мы, наверное, определить, кто такой Бог, мы не сможем. Но то, что некто или нечто, нет, это все-таки некто, он определяет нашу жизнь. Ведь достаточно просто внимательно прислушаться к себе, посмотреть, проанализировать наши поступки и определенные последствия, чтобы понять, что все в этой жизни взаимосвязаны. А страшный суд, мне понравилось высказывание, не помню уже кого, из святых отцов, то, что страшным судом может быть что? Душа, она же по христианским догматам, она вечная. То есть, мы можем потерять телесную оболочку, но наша душа будет жить вечно. А ты знаешь, что ты в своей жизни сотворил, вот тогда тебе на всеобщем обозрении где-то там будет, скажем так, очень стыдно и больно. Вот это, наверное, есть страшный суд. И самое страшное, что ты исправить уже ничего не сможешь. Такое высказание мне тоже понравилось. Торопитесь делать добрые дела, потому что жизнь невероятно коротка. А считаете ли вы, что это предназначение каждого человека? Ну, вообще, я считаю, что каждый человек, он сотворен для доброго, не для злых поступков. Ведь и сейчас даже, если посмотреть, их поступки зачастую продиктованы добрыми намерениями. Не зря говорят, что правда у каждого своя. Вы по-своему судите в силу вашего воспитания, я по-своему, в силу моего воспитания и жизненного опыта какого-то. И то, что я считаю добром, какой-то свой поступок, для другого это может быть совсем не добром. А если мы уже говорим об управленческих решениях, то здесь надо понимать, что ты можешь тысячи сделать хорошо, но десять останутся твоим поступком недовольны. Ну, по крайней мере, надо соотносить это, я считаю, что с общим знаменателем, с таким, вот хотя бы не убей, не укради. Если каждый так будет поступать, себя контролировать и приходить на помощь другому, то тогда мы жить будем, я думаю, что счастливо. Ведь это счастье, есть понятие такое, что иногда у людей бывает денег много, а счастья-то нет. Деньгам же, благам каким-то, к ним быстро привыкаешь. Так что, все-таки, наверное, вот эти вот именно человеческие качества и взаимоотношения для меня играют определяющую роль. Андрей Анатольевич, время нашего разговора без галстука подходит к завершению. Спасибо большое за участие в нашей программе, за содержательную беседу и откровенный разговор. А вам, дорогие телезрители, спасибо за внимание и увидимся с вами на телеканале «Вектор». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова